Редакторская рубрика Натальи Кечиной Директора магистрали Стаса Батынского подчиненно называют понебратский папой И вообще, как он признается, поразвел в коллективе демократию невероятную Этот факт, правда, никак не мешает тому, что магистраль сейчас одной из самых солидных рекламных агентств в городе Уже даже холдинг, в том числе, с двумя собственными журналами Такое вот опосредованное отношение к журналистике и даль, наверное, геном Мама Стаса Людмила Батынска не дожила до 40 Но именно она на заре перестройки, прорвав информационную блокаду Сделала красноярский комсомолец самой тиражной региональной газетой за всю историю отечественной журналистики По сути, именно она научила красноярских журналистов говорить Все детство Стаса прошло среди людей уже легенд Редактор Огонька Олег Гущин, комсомольца Зарайский, Золик Мельман, Борис Передонов и другие Сейчас таких людей, но их на самом деле единицы Их в нашем поколении единицы Я совсем недавно прочитал то, что Тарасов написал «Кризис 40-летнего мужика» Я читал, у меня еще 40 лет нет, но я читал вообще как будто про себя Думаю, блин, через три года будет так Жутко было на самом деле Их единицы таких людей Как Тарасов Для меня Тарасов это то поколение, которое тогда было Сам, говорит Стас, попробовал как-то сотворить для своего журнала статью Ему, что называется, писал и плакал Может быть потому, что слишком высоки у него требования к журналистике Собственно говоря, Людмила Ивановна никогда не навязывала единственному сыну свои представления о его будущем И Дима учится туда, а не сюда Он только сам всегда решал, что ему делать У мамы осталось много влиятельных друзей во многих сферах Но к тому, что у Стаса сейчас неплохой процветающий бизнес Это не имеет никакого отношения У меня не было никогда дел с мамиными друзьями И ее фамилию, свою фамилию, да Я никогда не использовал для того, чтобы каким-то образом стать чуть успешнее Разработать чуть больше денег Святое сильно такое для меня Я очень не люблю разговоры на эту тему Вообще, ну ни с кем, в принципе Про маму И тем более, когда начинаются какие-то спекуляции На вот этой вот почве Я сильно не люблю Передвигается Стас Батынский на БМВ Процесс вождения не любит, и потому у него шофер Основной акционер агентства сейчас может себе позволить роскошь Планировать собственное время по собственному усмотрению Гламуренькие всякие тусовки не любит Равно, как и светится по телевизору Он крайне непубличный человек Наверное, это тоже от мамы Способная в те времена открывать пинком любые двери Людмила Батынская никогда не давала повода сыну почувствовать ему себя мажором То, что он исключительно, говорит Стас, почувствовал один раз Мама взяла его с собой в Москву Но поскольку занято было под завязку В редакции на сессиях Стас жил в интернате для брошенных детей И она приезжала по выходным и меня забирала Вот, наверное, тогда я себя почувствовал исключительно Потому что к ребятам-то вообще никто не приезжал Это в Филях все было Там место красивое, Филевский парк И мы шли в дом журналиста А тогда это было одно из немногих мест Где продавали в широком доступе то, чего не было вообще Я покупал фанту Купишь бутылок пять фанты И ворох этих обычных миндальных пирожных И вез туда И вот в этом, наверное, бывают исключительности Детская беда на то, что мама уделяла мало времени Ребенок периодически рос, как трава в поле Не осталось никакой Это компенсировалось Болтаясь по редакциям, дитё полка Маленький Стас безумно заряжался энтузиазмом Журналистов того времени Это были одержимые революционеры Которые переворачивали печатный мир Мама умерла от тяжелой болезни Когда Стас был молодым студентом Своих двух внучек Людмила Батынская не увидела Но кто такая бабушка, девочки прекрасно знают От папы А Катя, она очень четко знает Чью фамилию она носит Какие связи с этим обременения у нее существуют в жизни Ну, поведенчески Я всегда, когда она что-то делает Я говорю, Катя, как так? А вот ты в школе сам такой был Мне учителя рассказывают Она учится в той же школе, в которой я учился Я говорю, пусть учителя еще расскажут, кто твоя бабушка В этом случае Ты на меня не равняйся, ты на ней не равняйся А там, оказывается, еще какой-то мальчик был Ну и главное, вы же знаете, что люди насовсем никогда не уходят Как минимум имена их остаются И это не метафора Три года назад в семье кореглазых брюнетов Стаса и Оксана Батынских Родилась голубоглазая блондинка Способная уболтать и заболтать любого Девочка, говорит папа, точная копия бабушки И внешне, и по характеру Догадайтесь теперь, как зовут эту суперактивную девушку А ты нам скажи, как тебя зовут? Мила А фамилия? Батынская А отчество? Да не помню я Наталья Кичина, Андрей Гаврилов, Валерий Казека, Новости ТВК